Добрый вечер всем. Ждем тех, кто к нам присоединяется. И буквально через минутку мы начнем нашу сегодняшнюю тему. Как обычно, мы в прямом эфире отвечаем в том числе на вопросы, которые здесь будут. Ну и, конечно, это все сохранится в записи, так что можно будет это все смело смотреть. Буквально две минуты мы смотрим техническое. Ну, вроде бы звук я слышал. Так что я думаю, что можно начинать. Ну что, тема нашего эфира сегодня это метафоры. Что это такое? Как с метафорой можно работать? Как ее можно использовать в профессиональном контексте, если у вас есть такие задачи? В личном контексте, в применении в том числе к детям, потому что мы все знаем, что сказки это первые метафоры, которые мы слышим в своей жизни. И почему это так важно? Каким образом метафоры влияют на то, как мы начинаем воспринимать этот мир и затем реагировать на те или иные ситуации в этом мире? Каким образом метафоры нам встраивают те или иные стратегии? Вот сегодня об этом мы поговорим и мы ждем ваших вопросов. Если они у вас есть, можете уже писать, мы будем на них отвечать по ходу. Ну и, естественно, если они будут возникать у вас в процессе, тоже пишите. Мы обязательно на все ответим. Ну что, с чего начать? Наверное, одна из самых важных, один из самых важных моментов. То есть, за счет чего вообще, да, все вот эти вот сказки и метафоры, за счет чего они, в принципе, вообще как бы цепляют за что-то мозг людей, да, за счет чего они, в принципе, работают. Потому что сидит себе человек, у него заморочка по работе, да, с коллегами, с подчиненными. Вот, и тут он, значит, слышит какую-то историю о том, как белочка попала в новый лес, да. И это бредятельно не имеет к нему отношения так-то. Ну, он же не белочка, ни в какой лес он не переехал, он вообще головняк, там, с совершенно другими личностями, вообще не с белочками. Но почему-то в какой-то момент времени, да, история про белочку, почему-то вдруг его начинает захватывать. И он одной, как бы, одной частью своего мозга, он вроде бы понимает, что это какая-то ересь про белочек, вот к нему не имеющая отношения. А какая-то другая часть его мозга внимательно вслушивается, потому что эта фигня на что-то похожа. Думает, вот похоже же на что-то, да. И вот эти вот ассоциативные связи и, ну, как бы, являются, наверное, основой, что ли, всех вот этих вот метафорических идей. То есть сказка, миф, рассказ о чем-то происходящем там где-то, оно по каким-то критериям похоже, получается, вот на что-то. На что-то, как бы, в нашей ситуации, на что-то в нашей жизни. И тогда оно включает. Ну, таким образом, если мы начнем немножечко рассматривать, ну, как бы, да, историю сначала, как бы сначала, да, то получается, что первые истории, первые мифы слышит ребенок, и ему тогда еще не с чем сравнивать, и ему особенно не с кем ассоциироваться, да, он только на примере других персонажей, персонажей сказок. Со стороны, как бы, со стороны наблюдая, как можно действовать в тех или иных ситуациях, да, как можно решать проблемы, там, в коммуникации, там, с другими существами сказки. Тем самым, ребенок познает первые стратегии взаимодействия с этим миром. Вот. А в дальнейшем, конечно же, когда у человека, ну, там, у старшего ребенка, да, или у взрослого человека уже есть какой-то опыт, то сказки на него вот так вот не влияют, ну, что называется, не критично, там уже происходит выбор, выбор, что какие-то герои нравятся, что какие-то герои становятся эталонными, какие-то герои действительно позволяют увидеть некоторые ресурсы, которые не обращал внимания в своей жизни, да, тем самым человек начинает, ассоциируясь с героем, пересматривать свой опыт и встраивать новые варианты, новые стратегии. Таким образом, да, происходит. Ну, я здесь не могу не вспомнить. Про метафору, наверное, всегда этот пример привожу, и в том нашем потерянном эфире, я более чем уверен, что я это говорил, поэтому надо это снова сказать, да. Ну, интересный, интересный, прикольный, не знаю, там, ну, кому-то, может, не нравится, ну, не нравится. Цикл, цикл романов «Тайный город» есть такая замечательная серия книжек, очень интересные, очень классные, такие взрослые сказочки, городское фэнтези, ну, все прикольно, в принципе. Вот, идея в том, что там огромное количество, огромное количество героев, и, в принципе, все они, то есть там нет четкого деления, там эти однозначно хорошие, эти однозначно плохие. Все идет обычная такая нормальная жизнь, да, но у всех есть очень такие, очень характерные прям особенности, то есть у всех вот раз, которые там участвуют, но когда я читал, например, эту книгу, мне было понятно, что самые лучшие ребята – это вот эти. Думаю, ну, тут как бы очевидно же, просто сравнивая со всеми остальными, надо понимать, что вот эти ребята самые нормальные, то есть как бы, ну, даже доказательства-то не требуют, да, это самое очевидное является вопросом. До тех пор, пока однажды я не наткнулся где-то в сети интернета на сайт с так называемой фанфики, то есть люди пишут по вот этой вот, как называется, по этой вселенной, да, пишут свои какие-то рассказики, там, побочные ветви, другие повествования, короткие повести, ну, развлекаются, нормально, это тоже понятно. Я вдруг, значит, захожу туда и вижу, что огромное количество фанфиков написано, ну, как бы, про других, прославляющих вот других, но не те, которые самые правильные. Думаю, как бы это, ну, по-человечески мне это непонятно, потому что зачем писать про неправильных, да, ну, по-психологически, конечно, понятно, потому что, да, разные, разные люди читают и, ну, узнают себя там где-то, и где ты себя узнал, там ты и проассоциировался, да, там и твоя метафора, там тебе и включились, там тебе и стратегии, ну, и туда ты и вжился, и там ты уже там, как бы, начинаешь что-то дальше про себя думать. А где на тебя не похоже, эта сказка не про тебя, да? Да, вот хорошая фраза, эта сказка про тебя или не про тебя. И тем самым мы можем говорить о том, что если мы достаточно хорошо прописываем персонажа, то человеку действительно бывает очень легко ассоциироваться с этим персонажем. И если мы закладываем персонажу некоторую систему ценностей, некоторую систему убеждений, какие-то поведенческие стратегии, которые из этого следуют, мы тем самым читателю показываем, как можно дополнить вот этот образ, да, в том числе как можно учиться у персонажа, как можно в свою жизнь принести что-то новое, потому что ты прочитал книжки, да, почему бы не попробовать. И бывают такие ситуации, когда прочитанное включается в текущей жизни автоматически. Ну, и в лучшем случае человек вспомнит о том, что, о, надо же, не ожидал, что я вот так вот сделаю, я просто это в книжке прочитала, оно как бы само собой реализовалось. И вот это вот очень прикольные эффекты и очень интересные ощущения, которые включаются. Вот таким образом действительно работает метафора. И вот здесь есть интересный момент. С одной стороны, конечно же, персонаж имеет значение. Это зайчик или это какой-то там взрослый человек, это там принц или принцесса, или это там ученый, да, то есть жанр имеет значение, да, кто там будет населяться вот в этом произведении. Но это значение, оно меркнет по сравнению с теми стратегиями, которые закладываются в этого персонажа. Потому что если человеку нравится сам по себе образ, но персонаж будет действовать в рассогласовке с ценностями самого человека, если на поведенческие стратегии будут ему непонятны, чужды, или там очень непривычны, то человек не ассоциируется. Поэтому в некоторых случаях пусть это будет самый простой зайчик, но с правильными коммуникативными там какими-нибудь стратегиями введения переговоров, которых человек сможет себя не только узнать, но и ассоциироваться с этими стратегиями. Вот такая метафора будет воздействовать лучше. То есть, конечно же, если эти стратегии будут еще зашиты не просто в зайчика, действительно в какой-то образ человеку близкий, понятный, или социально одобряемый, или некоторая модель, которой есть смысл стремиться, то метафора будет воздействовать фактически со стопроцентной вероятностью. И здесь, наверное, мы прям вплотную подходим как раз к первой идее того, о чем мы хотели рассказать. Метафоры терапевтические. То есть, метафоры, которые направлены как раз-таки на изменение вот чего-то. И там, да, там совершенно верно. Имеет какое-то значение содержимое, но гораздо большее значение имеет паттерн общий. Хорошо нам в NLP. У нас есть огромное количество языков описания. Они, понятное дело, все равно являются моделями, да, то есть приближенными к реальности там в той или иной степени. Но они достаточно логичны и достаточно сенсорны, чтобы мы могли их массово испытывать. И поэтому описанные с точки зрения там метапрограмм, репрезентативных систем, логических уровней, там переходов архетипических и еще там чего-то, да, фокусы языка в конце концов те же самые. То есть, описанный шаблон ситуации вот в таких форматах, он не требует, ну, как бы не требует прям очень четкого содержания. Потому что действительно, когда ситуация зайчика почему-то до боли напоминает твою, да, ну, там или до радости, да, или до возмущения напоминает твою, там эмоции тоже один из элементов описания. То есть, вроде бы зайчик, вроде бы ко мне отношения не имеет, но почему-то все равно вот что-то там вот возникает. Вот это вот очень правильное с точки зрения терапии, с точки зрения трансформации, очень правильный баланс между ассоциацией и диссоциацией. То есть, часть мозга, вот тот самый там материал, да, с которым психологи предполагают работать, то есть, он включился, то есть, актуализировалась проблема, да, актуализировалась задача. С одной стороны, ты понимаешь все ее хилеросплетения, а с другой стороны, ты от нее диссоциирован. То есть, ну, в нормальной ситуации, да, в такой, в открытой психологии, что делают тут психологи? Сначала говорят, жалуйся, ты, значит, жалуешься, потом говорят, давай посмотрим на это со стороны. Да, ты смотришь на это со стороны, находишь решение. Ну, собственно, вот краткое описание психологии, да. Но тут-то метафора, тут же скрытое воздействие. Как там обеспечить вот этот вот баланс ассоциацией и диссоциацией? Нормально, мы паттерн написали через зайчика, и человек сидит, с одной стороны вроде бы зайчик, с другой стороны вроде бы и не зайчик. И смотрит он на это со стороны, и понимает, что ситуация-то вот такая, очень похожая на что-то, и вот... А, я понял, говорит человек, да. А может быть, ничего не понял, просто потом сделал, да. Помнишь эту историю, когда у нас еще метафоры были на курсе практик, а не на курсе мастер? Когда? Это была просто супер история, настолько вот показательная работа метафоры, что просто теперь рассказываем об этом. Когда, собственно, вот на занятии, в вечернем занятии про метафору, как раз одна из студенток, обучающихся, рассказала свою заморочку, да, то есть у меня вот такая ситуация, я что-то то ли переехать, то ли не переехать, то ли я вот... То есть у меня такое все непонятное. В общем, она здесь это все жалуется, жалуется, рассказывает, там остальные там тщательно все это записывают, а потом она уходит на полчаса в коридор. Все остальные дружно написали метафору, которая, собственно говоря, вот этот паттерн, который она описала, сделали. Сделали переход из паттерна в другой паттерн, ну, который, в принципе, она тоже озвучивала. То есть она не знала, чего именно она хочет. Вот это важный момент. Если бы она знала, чего она хочет, не было бы проблемы. Она не знала, чего она хочет, но она знала, как вот с точки зрения формы выглядит состояние определенности. Просто не могла в него перейти из вот этого хаоса. Ну, соответственно, в метафоре, значит, описали хаос, описали переход логический и описали там... Я не помню, там, по-моему, была лисичка, то ли белочка, я не помню. Ну, в общем, короче, не важно. Там не важно, чем решилась в сказке задача, да, но там вот этот формальный, ну, формальный имеется в виду форма, да, переход формы был четко и логически соблюден. Ей сказку рассказали. Она сидела именно вот в таком состоянии, такой... Ну, и что вы мне тут рассказываете, да? Какая-то... Местичка, что-то не понимаешь. Что-то... Что-то... А ну-ка, а что-то... Вот, вот... Вроде бы, вроде бы да, вроде бы нет, вроде не про меня, но какое-то такое... Она, значит, посидела, такая... Ну, интересная сказка, да. Через неделю переехала. Все, приняла решение, переехала в другой город, там, все там собралась, все. Абсолютно точно поняла, что она хочет. Вот. Да, так работают вот эти самые... Эти самые метафоры. И в терапевтической метафоре, вот, ну, в таком подходе, мы действительно сначала собираем информацию о паттерне, который есть сейчас, причем, повторюсь, больше внимания к форме. Собираем информацию о том, куда человек хочет прийти, опять же, больше внимания к форме. И создаем серединку. Ну, придумываем, как логически перейти отсюда сюда, да? Там, как логически перейти, там, из одного состояния в другое. Там, как логически перейти, вот, там, мы смотрели-смотрели вверх, а нам нужно, например, смотреть вниз. Ну, то есть, там, из визуалки в кинестетику, как перейти, да? Ну, какой-то промежуточный, что-то, на что-то мы смотрим, да? Там, как перейти, там, из одного архетипа в другой. Тоже там есть четкий, совершенно понятный переход. Там, между фокусами языка, между еще там чем-то. То есть, есть промежуточные, нормальные, логически, формально. При этом почти совершенно не важно, что будет внутри. Нет, если мы человека знаем хорошо, да? Если мы знаем контексты, которые для него являются родными, ну, родными в том смысле, что это нормальный для него контекст, и про него он готов слушать, да? Что это не будет какой-то такой, типа, разрыв шаблона, да, или нарушение границ, или нарушение каких-то критериев других. У меня есть там некоторые примеры, не буду половину из них высказывать. Чтобы не нарушить границы, и не порвать шаблоны, да? Вот. Если мы это знаем, мы из этого можем тоже, как бы, сделать вот серединку. Если не знаем, мы берем просто что-то нейтральное. И получается сказочка, получается история. Вот здесь, кстати, важный момент, чтобы не цепляться, чтобы не цепляться за слова метафора, да, метафора, там, сказка, миф. Вот, ну, как бы, слово метафора, оно такое, немножечко, вот такое, да? То есть, как-то его такие, о, метафора, там, волшебная сказка. Сразу представляется, там, бородатый, кто-то такой умудренный, делайте, посадитесь в круг. Сейчас я расскажу вам историю, там, про великого Батыра, который жил 500 тысяч лет назад, да, и как он создал небо, землю, всю фигню. Ну, вот тут как раз вот нарушение, да, может быть. То есть, человек, который такой очень приземленный, например, в текущую реальность, не будет слушать за мифы, там, как бы, древности, и оно ему... Даже если это на что-то похоже, то есть, будет сильный разрыв. С другой стороны, история, история кого-то из текущей реальности, из другого города, та же самая метафора. Не надо нагонять эзотерику, да, не надо нагонять колдунство, какое-то там, что-то еще. Метафора – это простая вещь. Это история, которая не имеет прямого отношения к тебе, но чем-то похожа на твою ситуацию. Все. Да, ну, и, конечно, она похожа на твою ситуацию, и исключение происходит на уровне проблемной ситуации, ну, поведенческих стратегий проблемной ситуации, но в метафоре, в аналогичном примере заложен переход в ресурсное состояние, ну, переход к решению вот этой проблемной ситуации, в которую человек переходит естественным образом, потому что он уже ассоциировался в начале истории, и он вместе с героем проходит по стратегии достижения результата. Ну, то есть по самой структуре это, ну, вещь очень простая, и там вот работает, ну, просто определенная логика. Если вы знаете, на что обратить внимание, как описать проблему человека, и как совершить переход к решению, то, в общем-то, завернуть вот эту стратегию вы можете уже в любое описание, в любую обертку, и эту обертку вы подбираете уже, исходя из того, с кем вы работаете, да, то есть, в принципе, одну и ту же стратегию перехода вы можете рассказывать и, там, маленькому ребенку с тем, чтобы он обучался в текущем своем возрасте решать аналогичные задачи. И эту же ситуацию вы можете рассказывать и уже, там, взрослому человеку, который столкнулся с какой-то вот такой ситуацией, там, не знает, как из нее выйти. Это не имеет значения. Здесь как раз-таки мы и можем уделить чуть больше внимания наполнению, содержанием, да, кто будут эти герои, в каких контекстах они будут решать вот эти свои задачи, просто чтобы человеку было проще с этим ассоциироваться, чтобы ему было понятно, и для него это будет, ну, естественно, как бы, ну, я просто слушаю об этом, ну, и я понимаю, о чем это идет, я понимаю, там, героя, ну, и так далее. И, как бы, следующий мостик как раз между метафорой терапевтической к метафорам учебным проходит вот по такой очень интересному вопросу. Когда мы, например, написали, ну, для себя поняли, что человек отсюда идет сюда, то вот эта вот серединка, мы сказали уже, да, здесь просто должен быть логический переход. Вот, но практика показывает, что вариантов логического перехода множество. То есть там зачастую он не один, зачастую там два, три, четыре, можно так, можно так, все в достаточной степени логичны. И вот тут кроется очень интересная вещь, которая как раз показывает нам интересные моменты по переходе между чисто терапевтической метафорой и, ну, к сказкам, да, к сказко-терапии и к сказко-обучению. Потому что, например, там, как в разных сказках вот этот вот ресурс организован, вот этот переход, да, там ресурс. То есть чисто, чисто конкретно и откровенно. В этом переходе главный герой сказки должен получить какой-то ресурс. С помощью него, собственно, и перейти. Но мы же знаем, да, ресурсы внешние, ресурсы внутренние. Внешние ресурсы тоже подразделяются на два класса. Те, без которых, например, нельзя, и тогда нужно еще что-то, чтобы их добыть, да. Ну, чаще всего бывает нужно. И ресурсы, которые нужны только для того, чтобы они давали состояние какое-то новое. Да, и тогда может быть переход вот туда. И потом пути достижения тоже. Вот в этих, ну, там, некоторые сказки Востока, да, где задачи решаются с помощью джинов. А, волшебная лампа, потер, ну, нагрел, да, это я перевожу с языка метафоры на язык сенсорики, да, появился дым, в дыму появился джин, да. Ну, и ты оказываешься в волшебном мире, и там все понятнее становится, да. Как бы, окей, транс, да, понятно, кальяны, волшебные, ныне запрещенные препараты растительного происхождения, да. И транс как универсальный ресурс. Ну, а он не является же универсальным ресурсом, да, конечно. В конце концов, тот же самый гипноз. Давай погрузим человека в транс и скажем подсознание, давай все само. Ну, и подсознание дает все само, да, ресурсом является транс. Там тот же самый, как он называется, в памяти, новый код NLP, где есть определенное состояние, тоже там оно как бы трансовое, ну, плюс-минус там еще там что-то, да, и тоже оно является универсальным ресурсом. Пофиг в чем проблема, мы берем проблему, запускаем состояние, переходим, да, все нормально. Но есть же в сказках еще и, ну, там, опять же, в разных сказках, да, где-то есть больше упор на внешний ресурс, на то, что нужно его обязательно обвести. Ты все равно что-то делаешь для этого, ну, чаще всего, да, все-таки в сказках воспитательных все-таки чаще всего то герой что-то и сам тоже делает. То есть не просто находит там, ну, как типа шел-шел, там, в жизни все плохо, шел-шел, под кустом нашел бластер, да. И хлинах же как все сразу наладилось, да. Такие сказки тоже известны, ну, только они как-то вот, ну, в них нету вот того самого, да, изменения внутри героя, изменения в характере, изменения в паттерне его. То есть оно не проглядывается, то есть внешний ресурс почему-то очень сильно изменил человека, да. То есть неизвестно почему. То есть паттерн сменился, паттерн реагирования сменился, да, может быть, сменился. Шаблон сменился, поведение сменилось, да, может быть, сменилось. Но переход непонятен. И тот, кто читает эту метафору, все равно нифига не понимает. Ну, в смысле, он понимает. Конечно же, там, ему повезло, он нашел. Ну, да. Вот так вот очень часто, да, говорят. О, ну, конечно, они вот такие все там успешные, да, потому что вот у них там денег много там, или там по блату, или там он в семье такой родился. То есть по структуре люди действительно не видят промежуточных моментов, которых и докладываются в метафору для того, чтобы переход от одного состояния к другому состоянию или результату был логичный, чтобы он стал возможен для человека. То есть, ну да, и вот эти вот переходы. То есть его может не быть вообще, да, это какая-то дурацкая сказка. Ну, то есть дурацкая с точки зрения обучения, с точки зрения там развития терапии. Потому что жил-будет человек, а потом внезапно, хоп, стал резко другим, и все наладилось, да. Да офигенно, конечно, как бы мне внезапно стать резко другим, да. Шоу-нашоу-бластер, да, или там волшебная таблетка. Ну, вот из сказок берется в том числе вот это вот. Идея о том, что типа там все нормально у нас, все хорошо, дайте нам волшебную таблетку, и все будет классно, да. Больше или меньше может быть вот опоры на внутренний и внешний ресурс в разных сказках, да, конечно. В качестве внешнего ресурса тоже же разные могут быть вещи, да, в качестве внутренних разные могут быть. Некоторые русские сказки, в которых главный герой, у которого случилось то, что случилось, беда, да. Другое слово, не мог сразу найти слово беда. Беда, беда, случилась беда. И он, значит, в этой самой беде идет, ну, он там одному помог, второму помог, третьему помог, четвертому помог, да. То есть, с точки зрения каких-нибудь других сказок, других народов, да, там может быть не очень понятно, какого фига ты помогаешь всем, когда у тебя у самого беда. Ну, там потом по сказке получается, что все нормально, да, там ты ему помог, он тебе помог, все хорошо. В сказках других каких-то народностей, там, случилась беда, пошел, вырезал соседнюю деревню, да, все наладилось. По отношению, как учат сказки со злом бороться, да, тоже вот если там смотреть, там, можно зло победить, можно зло купить, можно зло обмануть, да, и это тоже разные сказки, там, не то чтобы там у всех народностей одна сказка на все, да, все равно там как бы плюс-минус туда-сюда. И обучение шаблонам поведения, да. Да, и вот если даже говорить не о сказках, да, потому что все равно у нас есть такие ассоциации, что, ну, ладно, мы все сказки читали в детстве, сейчас там их считать не будем, но окей, давайте вспомним о том, что сейчас очень популярны истории успеха. Когда людям показывают переход от того, что было не очень, жилось не очень хорошо, да, но я делал вот так, вот так, вот так, вот так, и теперь стало хорошо, да, фактически все истории успеха являются некоторой метафорой, в которую люди, слушающие, слушающие эти истории, вовлекаются, примеряют на себя, прикидывают, а насколько там я могу эту стратегию использовать, ну, у себя. И там обязательно заложены эмоциональные переживания, состояния эмоциональные, с мощным, хорошим зарядом, позитивным зарядом, чтобы он мог действительно удерживать внимание, и люди могли за этим позитивом двигаться, включать эти стратегии. И давайте будем честны, это на каком-то проценте людей хорошо работает, и это, ну, это так и работают сказки, да, но в какой-то момент накатилось количество людей, которые говорят, да, сколько можно слушать эти истории успеха, да, то есть у меня не работает, я там слушаю эти диски, я смотрю эти видео, не работает. Но тоже не говорил о том, что первый опыт, он сразу станет успешным. Всегда есть какое-то количество ошибок, требуется какое-то количество, иногда достаточно большое попыток снова и снова, и стали тогда включаться идеи, что нужно рассказывать о промахах, да, там, история фейла, да, факапы, там, и так далее. То есть для того, чтобы уравновесить, сбалансировать идею успеха, да, тем, что на пути к успеху есть еще промежуточный вариант. Мы его просто заранее не учли, да, там, что об этом тоже нужно говорить. И стратегия множественных попыток стала тоже включаться вот в эту большую историю успеха. Тем самым мы вот так, ну, формируем некоторый путь, некоторое видение пути, и тогда людям, которые, ну, принимают решение, там, двигаться, там, в новую жизнь для себя, они уже сейчас могут видеть достаточно, ну, широкое и объемное, ну, как бы, видение вот этого пути, куда уже включены, что называется, стратегии B, C, D, да, там, план B, план C. Вот, и это действительно помогает и поддерживает ту самую идею достижения новой цели. А это тоже сказки, современные сказки, да, и современные метафоры. И вот мы подошли к третьей части, да, собственно, те самые учебные метафоры, метафоры, которые конкретно учат. И здесь нужно вот о чем обязательно сказать. Вот есть, например, в этом самом нашем NLP такая штука, как моделирование. Курс NLP-мастер, моделирование, да, сердце NLP, собственно, то, из чего NLP начиналось, да, то, чем оно сейчас вот в обучении людей фактически заканчивается, да, там, выше моделирование, круче моделирование, в NLP не существует ничего. В результате моделирования мы, например, берем некоторый навык и раскладываем его, собственно, на стратегию, да, на элементы. Когда начал, что начал, где начал. При этом в этом навыке описаны и содержательные части, то есть, что именно, например, делать надо. И вот та самая формализация, да, то есть, та самая форма, то есть, в каком состоянии это надо делать. То есть, я вот это должен делать, при этом я как, каким должен, например, мир видеть? Как прекрасный и удивительный или как полный угроз, ну, для этой стратегии, да. Помнишь, у нас была тоже на одном из мастерских у девушка, она вышла на моделирование, ну, как вышла на моделирование, когда искали люди, типа, а кого нам помоделировать для потренироваться, да. И вот она, значит, вышла и говорит, у меня есть такой навык хороший, я вот дела довожу всегда до конца. И такие, да, да, господи, мы тебя ждали там 25 лет всю свою жизнь, давай, конечно, нам этот замечательный навык. Она начинает рассказывать, а там оказывается, что в самом начале этого навыка ты берешь, ставишь цель, а потом, значит, накручиваешь себе там морковку сзади, вот таких циклопических размеров, в общем, ты себя просто адски зашугиваешь, то есть придумываешь просто все, что случится, если ты этого не доделаешь, да, и там даже то, что не может случиться, придумываешь, что бы там могло случиться, да, там стратегию реальности используешь, то есть максимально себя кошмаришь, потом, конечно же, идешь и делаешь. Ну, в конце концов, мотивация от – это самая мощная мотивация. А если ты хочешь усилить так, чтобы просто вот без вариантов, ну, это же тоже, это супернавык, давай так, это тоже нужно обучать, да, как усиливать мотивацию от. Там группа, правда, не захотела, сказала, мы поищем, знаете ли, других вариантов, да, но это вот тот самый показатель, да, у нее была очень простая стратегия постановки цели, просто она требовала, вот, мировоззрения другого, то есть адского, да. В других стратегиях тоже мы, мы тоже понимаем, что, например, вот в каких-то стратегиях сами шаги могут быть очень малюсенькими, очень простыми и банальными, но они должны быть поддержаны, вот, ну, чем-то, да, поддержаны мировоззрением. Есть такая замечательная штука, ТЭД называется. Это мировая франшиза, люди выступают и, типа, меняют мир в своем выступлении. Ну, я купил книжечку про выступление в стиле ТЭД, чтобы ее почитать, да, и понять, как там это все происходит. То есть я рассчитывал, если честно, на то, что там будет немножечко описано о структуре, о структуре выступления, там, о подаче, о эмоциях, там, о еще чем-то, да, то есть она такая, ну, ораторская нормальная книжица, да, и по большому счету я открываю, значит, там какую-то главу, да, и там, ну, типа, там, как правильно одеваться, например, перед выступлением этого, ну, нормальный, в принципе, ну, как бы логичный вопрос, да, и, в принципе, на него ответ хорошо бы получить, да. Там написано, типа, там, ну, в принципе, вам нужно бы одеться там под задачу, да, там, соответственно, конкурентно, ну, за свою роль, как бы, подчеркнуть, там, нужно, там, ролевой аэропорт выстроить, да, ну, и, как бы, если вы не хотите всем этим заморачиваться, одевайтесь просто в свою любимую одежду, как вам нравится, типа, и все, да, и просто, вот, почти в каждой голове было вот такое, да, и все это было поддержано тем, что самое главное в этом, чтобы была идея, которой ты хочешь поделиться, то есть, если есть идея, пофиг ты, пофиг в чем, да, пофиг как, пофиг как ты махаешь, да, там, не важно, что у тебя там речь косноязычная, там, главное, рулит идея. Вот, вот это вот, ну, тот пример, да, может не быть вот этих вот самых стратегий, но они могут быть просто обычные, простые, но есть идея, и это является важным, важным моментом, то есть, и детали, и содержание, и форма, так вот, когда мы описали стратегию со всех этих точек зрения, да, мы знаем, из чего она состоит, и, кстати говоря, к вопросу о том, что нужно пробовать, да, нужно, нужно там раз за разом, да, нужно там истории провала вместе с историями успеха, у нас же, когда мы нормальную, полноценную стратегию описываем, там же всегда есть запасные стратегии. Что, если не совсем получилось, что делает, ну, нормальный человек, да, ты выступаешь, не совсем получилось, что делать? Ну, плакать и убегать, например, да, совсем не получилось, сильнее плакать, быстрее убегать, да, ну, или какие-то более реальные там ситуации, то есть, как правило, у нормальных стратегий там есть и, как поступать вот с этими самыми, ну, провалами, да, с шероховатостями, не получилось, слабо получилось, что докрутить, как, куда перекрутить, и тогда внезапно сказка и метафора, да, если мы по такой стратегии начинаем рассказывать, что, ну, не зайчик, конечно, тут уже, скорее проучебные метафоры, это вот те самые, ну, действительно, наверное, истории, истории успеха в хорошем смысле этого слова, когда рассказывают о том, как там правильно нужно делать. Примеры из жизни, то есть, очень часто эти примеры, ну, не как истории успеха, а как примеры людей, которые этому научились, например, на тренингах. На тренингах говорят, а вот, например, был у нас случай в одном городе, на таком же точно тренинге, был человек, сейчас не помню точно, где он работал, кажется, он работал в недвижимости, по-моему, или в продажах автомобилей, ну, это не так важно, да, просто вот он прошел, значит, тренинг, и однажды он столкнулся, вот он увидел, вот тут он, значит, сделал, а потом вот это, и тут он доделал, и тут он, гоп, и получил. Вот такая вот история случилась, да, то ли случилось, то ли не случилось. То есть, метафора эта, да, конечно, метафора. Метафора в том смысле, что не имеет отношения к человеку, у которого мы это рассказываем, да, но имеет отношение только потому, что он тоже сидит на таком же тренинге. Ну, то есть, некоторые, некоторые есть раппорт, есть структура, и есть вот этот рассказ внутри, который проводит, пока человек его слушает, он проводит его по этой стратегии. Он фактически вместе с этим неизвестным человеком из неизвестно откуда, из неизвестно какой отрасли делает то же самое и применяет те навыки, о которых сейчас мы ему рассказали. Мысленно. История есть одна. Ну, вроде бы, говорят, реальная. Это не мы придумали эту метафору, это кто-то другой эту метафору придумал, да? Ходят слухи, что проводили исследования, проводили эксперименты с баскетболистами. Взяли три группы баскетболистов. Ну, понятно, да, там контрольная, там бесконтрольная. И, значит, одна группа баскетболистов тренировалась вот так, как они и тренируются. То есть ничего в программе тренировок у них не меняли. Вторая группа тренировалась тоже так же, как они тренируются, просто дополнительно к основной программе тренировок. Они там сколько-то минут на каждой тренировке отдельно кидали вот эти самые там трехочковые. А третья группа тоже тренировалась в целом так, как тренируются, по такой же точно программе, как и все остальные. Только они те же самые там 5-10 минут дополнительно, они мысленно представляли, что вот он взял, подошел, кинул этот самый трехочковый и попал, да? Вот. И, ну, опять же, да, там по легенде, да, по слухам, которые вот отсюда следуют. То есть команда, которая тренировалась просто, улучшила, то есть они улучшили там через месяц свои трехочковые там на какой-то там доле процента. Команда, которая отдельно тренировала эти самые трехочковые, эти самые трехочковые у них улучшилось результат, по-моему, процентов на 20, именно их, да? А команда, которая мысленно кидала мячики, у нее увеличилось где-то процентов там на 7, по-моему, на 6, на 7. То есть там такая формула, да, 3 байки равно одно упражнение. Это вот как бы мы ее такую на тренерских наших рассказываем. Рассказал три раза историю, почти то же самое, что люди сделали один раз упражнение. Ну, то есть если ты ее, конечно, рассказал нормально, да, с деталюхами нужными, да, в правильной последовательности ту самую стратегию, с нужными, где нужно, эмоциями, и там переходами, и субмодальностью, и вот этим всем, что там есть. Ну да, да. Вот, поэтому метафора – это очень такой действенный рабочий инструмент для встраивания новых стратегий, навыков, там, поведенческих реакций и так далее, да, и для того, чтобы обучить чему-то с нуля, да, для того, чтобы вообще показать варианты через ассоциацию с главным героем, да, и для того, чтобы скорректировать или расширить вот эти поведенческие навыки. Вот, там есть вполне конкретная, четкая структура, как это делается, как совершаются вот эти переходы из текущей ситуации, желаемую ситуацию, переходы к результату. И, в общем-то, эти вещи мы действительно рассказываем на курсе мастера, потому что это неотъемлемая часть, там, моделирование и управление, да, там, описание мира. И на тренерском, да, потому что это в том числе неотъемлемая часть обучения. Ну что, наверное, наверное, пожалуй, мы все, что хотели, про метафоры рассказали. Ну, если у нас есть вопросы, мы ответим. Ну, судя по всему, нас просто слушали. Ну, нет, вопросов, вопросов, в общем-то, нет. Ну, как обычно, да, у нас все записи остаются. То есть, если что, вдруг спокойно можно потом задать, дозадать вопрос, да, когда, когда там допоймется этот самый вопрос. Видео обязательно останется, мы его конвертируем и отправим в YouTube. Там оно будет тоже, как и все остальные, более 30 выпусков NLP TV по самым разным темам. НLP максимально полезные и максимально понятные. Да, в нашем канале в YouTube есть плейлист, называется NLP TV, и там больше, да, больше 30 вот таких видео на разные темы. Много полезных, очень практичных материалов. Ну, буквально, буквально, наверное, минутку-две еще там вдруг вопрос там дойдет, потому что там задержка идет, да, в этом, в Facebook, все-таки трансляция. Вот. Ну, наверное, наверное, тоже там как-то возвращаясь, возвращаясь к началу, да, к некоторым таким терапевтическим темам. Да, конечно, любимые сказки человека, любимая музыка, любимые фильмы человека, например, во взрослом возрасте. По ним смело можно делать некоторые выводы о, опять же, любимых стратегиях человека, да, то есть о том, что у него отзывается. Ну, это уже называют сценариями жизни, наверняка вы слышали, да, такое определение, когда действительно для определения, осознания личных сценариев, почему вы постоянно оказываетесь там раз за разом, где оказываетесь, вам предлагают, там, называют ваш любимый, там, мультфильм, там, сказку и так далее. И да, конечно же, в этом случае начинается в том числе работа с метафорой. Да, и да, сценарий, и да, и да, например, там, таким же сценарием, ну, могут быть недостающие какие-то вещи, да, там, человек, например, может раз за разом из какого-то неприятного для себя состояния выходить с помощью одной и той же песни. То есть, если там в жизни что-то случилось, то тогда, значит, я запираюсь дома и слушаю вот эту песню 25 раз, да, и все нормально, да, то есть, о чем это говорит для нас? В этой стратегии, в смысле, в этой песне есть стратегия какая-то, да, есть какой-то переход, которого человеку не хватает вот для выхода оттуда, и он через нее это дело получает. И в песнях, кстати говоря, если к песням относиться вот так же, как к метафорам, очень многие песни весьма, весьма хороши, потому что в них есть очень классные стратегии. Как, например, погрузить себя в депрессию, у нас есть отличная песня, которая прям суперклассно все это показывает, да. Есть песня, которая фактически является, ну, наверное, выражением вот техники прощания, техники работы с потерей в НЛП, но только в формате техники расставания с партнером, да. Причем там исключительно настолько точно, настолько хорошо по шагам, по субмодальностям, да, что просто вот кажется отлично. Ее не рекомендуется, правда, слушать, когда отношения в активной фазе находятся, вот, потому что может случайно запуститься, вот, если, как бы, по ней пойти, да. Вот, а но если, как бы, отношения уже, как бы, закончились, но человек еще немножечко страдает, ее прям нормально, она, как бы, хорошо, она здоровски проводит. Вот, ну, еще огромное количество тоже песенок, показывающих, и показывающих, да, и встраивающих, и создающих какие-то стратегии. Ну что, ну, по-прежнему никаких вопросов нет, потому что мы понятные, потому что мы структурные, системные и понятные, вот, поэтому вопросов нет. Ну что, ну что, да, мы на сегодня заканчиваем, будут вопросы, пишите, и мы всегда рады вас видеть на своих социальных страницах, в сетях, там, знакомьтесь с информацией, у нас есть новые анонсы, вот, запускаются новые курсы, вот, задавайте вопросы, пишите, всегда вам рады, до свидания. До свидания.